Ты Ты Есть Благой Благой Ты Есть Благой Бог Полный Любви И добра Из Вечности в вечерность Из Вечности в вечерность Навсегда Навсегда Из Вечности Вечерность Из Вечерность Милость Твоя Навсегда Навсегда Шалом, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Мир вам от Господа нашего Иисуса Христа. Начинаем очередной наш марафонский заплыв. Время с Господом. И ближайший час или сколько Господь нам даст, выделит времени, мы проведем это время. Время с Богом. Будем его искать без дураков. Именно с той точки, на которой мы находимся. Будем его прославлять, будем его слушать. Стараться услышать, что он нам говорит. Успокаивать перед ним свою душу. Одним словом молиться, общаться с Богом. Ибо молитва – это и есть общение с Богом. И я вам скажу, что самое главное, что нужно для молитвы – это понять, что больше ничего не существует в этом мире. Отключиться от всего. Вот только ты и Бог. Сосредоточиться на Боге. Вот только ты и Бог. То есть посвятить это время только Ему. Да, мы его не видим. Да, мы его часто не слышим. Некоторые вообще его не слышат. Не чувствуют и не понимают, как он живет в них. Как он говорит им. Не слышат. Ибо огрубело сердце человеческое. Слухом слышат. Слушают, но не слышат. Смотрят, но не видят. Но мы будем пытаться это время сейчас, посвященное Богу, очистить свое сердце. Успокоить свое сердце перед Господом. Открыть свое сердце перед Богом. Для того, чтобы впустить его, напитаться им, принять от него милосердие, любовь, благость, благодать. Всякую благодать. То есть те блага, которые дает Бог. Мир, радость, праведность. Духовное зрение. Духовный слух. Слово Бога. Указание какое-то. Возможно, Господь хочет вам сказать нечто очень серьезное. И пытается вам это делать. Но вы не слышите, потому что суета вас отвлекает, дела текущие вас отвлекают. И некогда, что называется, присесть и поговорить. Но так как мы любим порой присесть и поговорить с близкими, с родными, с друзьями, так же нужно присесть и поговорить с Богом. Создателем нашего тела, нашей души, нашего духа, с Творцом, с Богом нашим. Поговорить, а что Он хочет сказать тебе, как своему творению. Что Он хочет сказать тебе, как своему дитю. Неужели ему не о чем поговорить? Ведь даже некоторые приборы электрические или автомобили, мы приносим, приводим, приезжаем на профилактический осмотр. Механик просматривает его. Здоровье мы к врачу ходим на профилактический осмотр. Ну, кто этим занимается, конечно. Кто серьезно относится к своему здоровью. Даже если все в порядке. А тем более, если у человека какая-то болезнь. То же самое и с Богом. Мы идем к врачу. Он наш врач. Он целитель, утешитель и профилактик наших душ. Профилактик. Надо постоянно всматриваться в себя и в Писание, как говорит Библия, для того, чтобы понять, на правильном ли пути ты находишься. Тем ли ты занимаешься в жизни, что Бог хочет от тебя. Правильно ли ты поступаешь? Может быть, тебе нужно сейчас остановиться и пойти совершенно в другом направлении, заняться совершенно другими делами. Может быть, Бог тебя влечет в другую сторону. Но чтобы это понять, надо остановиться на путях своих. Остановитесь и познайте, что я Господь Бог. Познать это значит прийти к Нему, смириться и признать, что Он царь славы, что Он превыше всех. Воздать Ему хвалу, воздать Ему славу и принять от Него то, как дар, как великий дар, то, что Он хочет нам дать. Тебе и мне. А я уверен, что Богу есть, что сказать каждому из нас и сказать немало. И проблема только в том, что мы Его часто не слышим. И проблема в том, что мы не желаем порой Его слушать, не желаем делать то, что Он говорит, то есть быть ему послушными. От этого мы несем урон в наших жизнях, что не согласуем их с Богом, не воздаем Творцу славу за то, что Он нам дает уже, неблагодарно Ему. А ведь в каждой жизни, в каждую минуту нашей жизни, поистине так, если разобраться, мы должны воздавать Ему славу и хвалу за то, что у нас вообще есть этот дар жизни, что мы вообще живем, существуем и двигаемся. У нас есть здоровье, когда хоть какое-то здоровье, хоть одна нога доходит, хоть одна рука до работы, хоть один глаз да видит. А два так, это вообще прекрасно. То, что мы еще не умерли, то, что у нас есть пропитание, крыша над головой, некоторые и этого не имеют. Мы должны благодарить Бога за все, за то, что у нас волосы растут, даже вот так мало, как у меня, за то, что организм у нас существует, функционирует. Это же все его дары, нашего создателя драгоценного. Вот когда мы останавливаемся, мы начинаем думать, искать его лица, вот это все приходят такие мысли к нам, что какой я несправедливый, неблагодарный, не воздаю свое спасибо, хвалу Господу, благодарение Ему за все, что есть у меня, все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня. Это все ты. А давайте сейчас споем эту песню. Я ее давно не пел, но это ведь все Господь. Мир не прост, совсем не прост, нельзя в нем скрыться, а бурь эта высокая ниже, нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз, нельзя в нем скрыться от зимы не хвюк, и от разлук, от горьких разлук, но кроме бед, непрожанных бед, есть в мире звездный и солнечный свет, весь дом родной и тепло огня, есть у меня, есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня, все, о чем тревоги и мечты, это все, это все ты. Всё, что в жизни есть у меня, Всё, в чём радость каждого дня, Всё, о чём тревоги и мечты, Это всё, это всё ты мой Бог. Это не поётся в песне эта фраза, но по сути, по логике это так. Мир непрост, совсем непрост, Но не боюсь я ни бури, ни гроз, Не страшен холод, не страшен зной, Если со мной, ты рядом со мной. Ты не грусти, ты зря не грусти, Когда вдруг станет беда на пути, С бедой я справлюсь, любовь храня, Ведь у меня есть ты, у меня. Всё, что в жизни есть у меня, Всё, всё, в чём радость каждого дня, Всё, о чём тревоги и мечты, Это всё, это всё ты. Всё, о чём тревоги и мечты, Это всё, это всё ты. Аллилуйя, 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 славим мой. Я очень люблю, друзья, вот эти песни советских композиторов советской эпохи, потому что они все, многие из них практически написаны Духом Святым. Вот как Библия написана Духом Святым, да, через авторов, так и эти песни. И вот я уже сколько, около 30 лет иду за Богом, познаю Бога, и я вижу, что буквально все, все проникнуто им, он участвует во всем. Бог есть везде. Бог есть в тебе и во мне, в каждом человеке, даже не верующим. Единственное, Бога нет, знаете где? В аду даже Бог есть. Бога нет на кончике иглы, которую я называю нашим выбором, нашим сознанием. Вот если ты убеждаешь себя, что Бога нет, вот если ты убеждаешься, что ты сам по себе, если ты убеждаешь себя, что ты один, одинокий, вот в этой части твоего сознания Бога нет. Почему? Потому что ты сам его выгнал. Чем занимаются атеисты фактически? Они изгоняют из себя Бога. Но слава Богу, что они изгоняют Бога только от той части, которая им подвластна, вот так вот из ума своего. Конечно, они могут закончить жизнь самоубийством, изгонять Бога из всего себя, да. Но и то, тогда Бог отправится, Бог возьмет их душу, а не просто лишаться физического существования. Но атеисты уходят от Бога, потому что не верят ему. Необходимо откровение человека, неверующего о том, что Бог есть. Необходима встреча с Богом. И на самом деле, все, что мы имеем, послано нам Богом. Этим миром руководит Бог. Да, у нас есть свобода выбора. И вот эта свобода выбора, реально. Можем пойти из дому сейчас, пойти погулять. Можем остаться дома, можем включить телевизор, можем включить стиральную машинку, да. Съесть то, съесть это. Есть свобода выбора. Заняться одним, заняться этим. И вот эта свобода выбора, как бы, затемняет нам истинную суть жизни. Что вся эта жизнь, она, как энергии здания, наполнена Богом. Все это движется, все это мироздание, масса планет. Все это наполнено Богом. Бог везде. Кроме ума человеческого, кроме вот... Поэтому, то, что мы делаем сейчас, и в этих эфирах «Время с Господом», это стараемся вот этот наш ум, наше представление, на самом деле, очень маленькую часть нас самих, осознанную часть, потому что в человеке есть огромный неосознанный пласт. Как там действуют атомы, молекулы в нас, мы уже не осознаем это все. Как органы функционируют, мы же до конца не осознаем. Осознанная часть наша – это лишь верхушечка айсберга, все остальное спрятано от нас. Вот всем остальным руководит Господь. А вот мы руководим только осознанной частью. И вот в это время мы осознанную часть стараемся привести к Богу и смириться перед Ним, и найти Его, и получить от Него благодать. Вот и все. Поэтому давайте сейчас настроим свои души на Него. Бог говорит с каждым индивидуально. Я тут даже не нужен. Сначала говорю, ребята, остановитесь на своих путях, оставьте там мыть посуду, оставьте плевать в потолок семечки, оставьте это все. Давайте сейчас займитесь своей душой. Воздайте славу тому, кто живет в вас, дает вам силы, здоровье, энергию жить. Отчистите ваши души, придите к Нему, поклонитесь Ему. Пусть откройте свое сердце перед Ним, пригласите Его и скажите, пусть войдет царь славы, царь вечности, пусть войдет. Поднимите врата, верхи ваши, пусть войдет в ваше сердце, Господь. Пусть войдет, и мы призываем тебя, Отец, ты войди в нас. Ты руководи, Най. Ты руководи мной. Наполняй меня присутствием святым своим. Наполняй меня, мой Бог. Господь, 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 Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пожитях, Голоди, водишь ты меня. Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня, ты покоишь меня на пожитях злачных. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. И небы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой железный, твой посох успокоят меня. Я, Господь, пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Мы славим тебя, Отец. Аллилуйя. Мы поклоняемся тебе, Господь. Мы воздаем тебе хвалу. Мы понижаем себя пред тобой. Для чего? Чтобы ты возвысился. Потому что если человек себя не смирит перед Богом, А будет величаться, будет гордиться, Бог будет уменьшаться. Его трудно будет найти. Бог станет маленьким, маленьким, не маленьким. А гордыня наша такой большой, большой, большой. И мы не чувствуем Бога. Поэтому нам надо смириться наоборот перед Господом И сказать, Господь, вот я, ты величие мироздания, Которое ты сотворил. То есть я это называю усадить Бога на трон. Он и так на троне вселенной. Но усадить Бога на трон своего сердца, Пригласить Его в сердце и усадить Его на трон И склониться перед Ним, это все, что нужно. Для того, чтобы ваше здоровье, исцеление, Внешнее и внутреннее, тело и души и духа возрастало. Для того, чтобы вы встали в эту мозаику бытия, Встали на свое место. Это все, что нужно. Занять свою позицию перед Богом. Воздать Ему хвалу. Воздать Ему славу. Так Он всей вселенной царь, пишет Джейм. Всех планет или только Земли, где небо есть. Конечно, всего. Всего мироздания. Всех солнечных и прочих систем. Звездных систем. Бог создатель всего. Аватаргия. Бог создатель всего. И нам нужно Искать Его всем сердцем своим. Знаете, сейчас много людей, атеистов. Почему? Потому что в Европе был 18-19 века, так называемые века просвещения, в которых религия серьезно сдала свои позиции. А до этого все люди были в мире, во всем мире были верующие. Были язычники, которые верили языческим богам. Вот там мифология греческая, или тут у славян были свои боги, там, дадж-бог, да, бог солнца. Разные языческие были, силы природы. У евреев был истинный бог, который, он открылся им. Люди были верующие. Атеизм, это, кстати, тоже вера. Вера в то, что Бога нет. Но это вера, потому что доказать-то они не могут, что Бога нет. Они могут убедить себя, что Бога нет. Как, впрочем, нельзя доказать, что Бог есть. Почему? Потому что Бог славы своей никому не отдаст. Бог хочет лично открыться человеку. Не то, чтобы я сказал. Вот я говорю для того, что я делаю. Я подготавливаю почву для того, чтобы к вам проговорил Бог. Чтобы, если Бог к вам проговорит, если вы не верующий, конечно, чтобы вы знали, да, это Бог. Это Бог меня зовет. Да, это вот дядечка лысый говорил о том, кто меня зовет. Аллилуйя. Все, что нужно, это признать того, кто истинно содержит этот мир, держит эту планету в космосе, держит нашу жизнь. Тот, кто наполняет соком деревья, и они цветут и зеленеют. Тот, кто дает нашей душе надежду, веру, любовь, радость, энергию, силу. Тот, кто дает нам разум, освещает. Способность, способность ума, способность чувствовать, способность жить. Это все, это все он. Это все он. Ха-ва-ши-я. 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 Албажия, Иешуа, славим и Тебя. Аллилуйя, Аллах, прославляем мы Тебя, восхваляем мы Христа. Вот мы начинаем петь Господу, и сразу приходит вдохновение, и сразу приходит радость. Почему? Откуда она? Дух Святой дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда он приходит, куда уходит. Дух Святой наполняет нас радостью, Дух Святой наполняет нас энергией жить дальше. Дух Святой делает жизнь нашу легкой, свободной от страстей, от грехов. Дух Святой прощает наши грехи. Бог все делает Сам. И на самом деле, что такое жизнь христианина? У некоторых есть неправильное понимание жизни христианина. Они думают, жизнь христианина – это исполнение заповедей, законов. Я тоже раньше так думал, но оказывается, нет. Оказывается, жизнь христианина – это искать Бога и, найдя Его, пребывать в Нем. А все остальное происходит автоматически. Законы, заповеди Бог исполняет в нас тогда, когда мы с Ним. И без Бога нам, на самом деле, очень трудно исполнить Божьи заповеди. Не лгать, не красть, не завидовать. Есть много заповедей. Десять заповедей основных, а у евреев вообще шестуд тринадцать. Как их исполнить? Без Бога это невозможно. Без Бога человек будет только силиться это делать. Но когда ты с Богом, тогда все легко, все как по маслу. Оно само исполняется автоматически. Как знаете, когда прыгун, прыгун спортсмен в длину, как он прыгает в длину? Первый раз, когда я прыгал в длину, я набрал скорость, прыгнул, и носом разбил себе нос, прополол эту яму с песком. Я не знал технологии. А технология прыжка в длину простая. Ты набираешь скорость, и ты прыгаешь, но не в длину, а вверх. Ты прыгаешь в небо. А тебя само несет благодаря инерции той скорости, которую ты набрал, когда бежал. И вот тогда самый лучший прыжок. Набрал скорость и прыгнул в небо. Так и с Богом. Ты найди Бога. Все остальное сделает Он сам. Все остальное Он устроит твою жизнь. Он устроит. Это не значит, что ты будешь ничего не делать. Какое-то время ты не будешь даже ничего не делать. Когда будешь духовным младенцем, Бог тебе даст время, чтобы ты не работал. Вот я часто, в частности, несколько лет я прожил, не работая. И Бог давал мне средства через родственников моих. Он давал мне средства. И я знал, что это Он мне дает. Бог дал мне время, чтобы укрепиться в Нем. Потом Он дал мне работу. Но если это Бог делает, это все легко. Перед тобой открываются двери, перед тобой появляется зеленая улица. Если это делает Бог. Поэтому задача христианина – это только искать Бога. Всего лишь. И с Богом жить. И найдя жить. Умом трудно жить. А вот Духом жить легко. Духом жить легко. Вот мне говори сейчас легко, потому что почему? Потому что я не говорю о думах. У меня ум свободен. Я говорю из Духа, я говорю то, что дает мне слова Бога. И тогда слова текут, как река. Я не задумываюсь, что он говорит. Вот нечто подобное с жизнью происходит во всех сферах. Когда Бог благословляет. Когда ты с Богом, когда ты в мире с Богом, тогда классно. Когда радостно живет душа, и находит утешение, и свободу, и мир, и радость. Когда радостно живет душа, это значит Бог самодолею. Это значит Бог с тобой. Бог – это радость и мир, и правильность в Духе Святом. И радость правильность в Духе Святом. Бог — это счастье, Бог — это жизнь, Бог — это радость, Бог — это сила, Бог — это счастье и любовь. Бог — это свет, это энергия жизни, Господь, Он нас всех сотворил, Он нас всех сотворил для любви, для себя. Это радость твоя, наш Бог, Он нас всех сотворил для любви, для себя, Он нас всех сотворил для счастья и блаженства. Это, это Бог, Отец Творец. И, конечно же, Бог нас учит, Он нас учит, и Бог на самом деле, вот чего многие даже верующие не знают, они думают, что Бог человека сотворил по образу и своему подобию и все, и оставил. Нет, на самом деле Бог нас не оставил, и Бог нас еще не сотворил. По большому счету, Бог сотворил нас только по образу своему, дал нам базовые настройки, вот наша душа, чувства, свобода, которую мы имеем, это базовые настройки. Но мы должны уподобиться Богу. Вот Бог сотворил нас по образу и подобию. Для того, чтобы Он нас сотворил по подобию своему, мы должны принять Божью волю, согласиться с ней и идти за Богом. И вот, когда мы идем за Богом, когда мы ищем Его лица, когда мы с Ним живем, мы уподабливаемся. Мы уподабливаемся. Поэтому творение Божие еще не закончено, Бог с вами еще не закончил. Он хочет вас найти в этой жизни. Что значит найти? Привести вас к себе, чтобы вы достучаться до вас, достучаться, чтобы вы открыли для себя Бога, получили откровение, встретились с Ним. И после этого начался бы процесс вашего добровольного, потому что это только добровольное, это только по любви, это нельзя насильно, добровольного уподобления Богу. Когда вы берете себе Его Слово, начинаете Его исполнять, когда вы начинаете жить с Богом, в одной упряжке, что называется, в одной гармонии. Вот что значит Бог. И для того, чтобы познать Его пути, человек начинает общаться с Богом, начинает слышать Бога. Когда Бог очищает его сердце от земных страстей и привязок, человек начинает слышать Бога, да? Когда человек приходит к Богу, это называется рождение свыше. Бог прощает ему грехи, очищает его сердце, и человек начинает, естественно, нормально слышать Бога. Как все равно, что человек уши почистил, и начинает слышать от долголетних там этих пробок серных. То же самое с сердцем человека. Он очищается от этих пробок, и человек начинает чувствовать Бога. Сердце становится мягким. Сердце на самом деле, дух человеческий, это ухо, ухо для Бога. Дух человеческий есть назван в Библии святильником Бога. У многих людей этот дух мертвый, они не живут духом. Но до духа мы воспринимаем Бога. Через дух, это невидимую энергию, которая витает вокруг. Это, как говорят, информационное поле, и много там разных умных слов. Но сфера там, да, это все Бог. Дух – это Бог. Сатана, правда, тоже – это дух. И он тоже может говорить, человек может слышать, и сатана может толкать на зло. Бог на зло не толкает, Бог толкает только на добро. Но сатана допущен Богом для чего? Для того, чтобы научить нас быть мудрыми. Уподобиться Богу – это стать таким же мудрым. Возрасти в зрелость возраста Христова, полного возраста Христова. И для этого нужен нам сатана, чтобы нас тренировать. Чтобы, ага, вот это зло, различить, где добро, где зло. И откинуть это зло, откинуть искушение. И победить это искушение, и победить себя. Не возлюбить души своей до смерти. Так написано, победить лукавого. Так, как Христос победил сатану, не возлюбив души своей до смерти. Поэтому Бог поставил его сейчас на должность царя царей и Господа господствующих. Посадил с правой стороны одесную себя. Христос, Христу на нашей земле выданы все права. Он – Господин. Он не пожалел души своей ради всех нас. Зашел на кресло, принес жертву умилостивления, жертву искупления от нас от греха. Он за всех нас умер. Для чего? Для того, чтобы нас спасти. Примирить с Богом. Когда человек принимает Христа, он примиряется с Богом. Он становится для Бога сыном и дочерью. Божья собственность. Хотя он и так Божья собственность. Он об этом еще не знает. Он отдан как бы в сатане. Жить в похотях, во зле. Но когда человек приходит к Богу, Бог его поднимает этим миром, духом поднимает и говорит, слушай, это все я сотворил для тебя. Научись этим всем пользоваться. Научись этим управлять. Не позволяй сатане украсить тебя ни веру, ни мир мой, ни радость, ни дары мои. Господствуй над грехом. Господствуй над грехом. Над депрессией, над всем. Аллилуйя. Язычники и сейчас есть. Да, к сожалению, есть и сейчас язычники. Есть и язычники среди христиан. Вот человек пришел к Богу. Встретился с Богом реально. Родился свыше. Но ум у него еще не обновлен. Он продолжает думать по-язычески еще. По-язычески поклоняться идолам. Идолам там. Для кого-то он сам человек для себя идол. Человек надеется только на себя, а не на Бога. Кто-то надеется на государство. Значит, для него идол государство. Кто-то надеется там на еще что-то, на работу, на друзей. Но это все идолы. Если ты надеешься, если ты от них, от людей ожидаешь благ, то люди для тебя идолы. На самом деле надо выповать на Господа. Давайте, друзья, еще немножечко попоем, прославим Господа, как Бог даст. И перейдем к нашей теме, перейдем к чтению Библии. Сегодня у нас основное блюдо. Первая книга Библии «Путие», 33-я глава. Прославляем я тебя, мой Спаситель. Дорогой, дорогой, Иешуа. Аллилуйя, о Шанта, прославляем мы тебя, наш Спаситель, дорогой Иешуа. Аллилуйя, о Шанта, прославляем мы тебя, наш Спаситель, дорогой Иешуа, Иисус Христос. Аллилуйя, о Шанта, прославляем мы тебя, наш Спаситель, дорогой Иешуа, Иисус Христос. Из вечности в вечность, из вечности в вечность, милость твоя навсегда. Пой, аллилуйя, Господу. Пой, аллилуйя, Господу. Пой, аллилуйя, Господу. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, пой, аллилуйя, Господу. Пой, аллелуйя, пой, аллелуйя Господу. Иисус, спаситель наш, наш Бог. Иисус, спаситель наш Бог. Иисус Христос Господь, Иисус Христос Господь, Иисус Спаситель наш, и Бог. Иисус Христос Господь, Иисус Спаситель наш, и Бог. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Тот, кто был распят, тот воскрес, Аллилуйя, пой, Аллилуйя, пой, Аллилуйя, Иисус был распят и воскрес, дабы всякий верующий в Него имел жизнь с избытком. Полнота радости, полнота благословения ожидает человека, если он живет с Господом, пребывает в мире с Богом. Бог его ведет, и, конечно, этот путь, на самом деле, этот путь настолько трудный, что человек сам его не может пройти, но он его проходит с Господом, потому что этот путь победы над собой, победы над своим эгоизмом, это путь с распятия плоти своей, это духовное понятие, которое означает, что человек смиряется перед Богом, и исполняет его волю. Ну, об этом мы сейчас будем читать. Сегодня мы читаем книгу Бытие, 33 глава. Аллилуйя, давайте попросим благословения в Бога, на чтение. Отец, я благодарю Тебя, здравствуйте, здравствуйте, лысая башка, нет Бога, вы сектанты. Сказал безумец в сердце своем, Бога нет. Ну, на самом деле, я не обижаюсь и не виню этих людей, они честны. Атеисты, которые говорят, что у Бога нет, они честны. Но, правда, они вместо того, чтобы говорить, что Бога нет, должны сказать, я не встречался, я его не знаю, я его никогда не видел, я его никогда не слышал. И поэтому для меня Бога нет, да, для меня Бога нет, а для меня есть. Я тоже был атеистом до 29 лет, а потом, когда я нуждался в помощи, Бог пришел и дал мне помощь. И поэтому я тоже честный. У меня была эта встреча с Богом. А если бы я сейчас отрицал, говорил, Бога нет, я бы был вруном. Вот если, вот, кто такой врун? Врун этот говорит то, чего нет. Вот если человек не повстречался с Богом, а просто ходит в церковь, потому что родители его привели, и он говорит, Бог есть, а он Бога не знает. Если он говорит, я верую в Бога, он врун. Потому что человек не может своей силой веровать в Бога. Не может. Вера на самом деле возникает только после встречи с Богом. Вера – это дар Божий. Только после встречи. Если у вас была встреча с Богом, все, тогда никакая сила в мире не заставит вас уверовать в обратное. Вас можно заставить говорить, что Бога нет, но внутри сердца вашего вы будете знать, что Бог есть все равно. Если вам Бог открыл себя, то никто не закроет этого. Если Бог что-то открыл, какую-то дверь, никто, никакая сила в мире не закроет. И наоборот, если Бог что-то закрыл, вот закрыл он атеисту ум, дух, сердце закрыл, и никто не откроет, и никто не заставит, и никто не переубедит атеиста, что есть Бог. Никто. Почему? Потому что Бог так распорядился. Так и написано в Библии. Если Бог что-то откроет, то никто не закроет. Если Бог что-то закроет, то никто не откроет. Так. Хочу поводить яйцами по твоей выси. Нет, очень просто. Возьмите, отварите яйцо. Или просто сырое. И поводите по экрану. Если это принесет вам радость и счастье, то, слава Богу, я за вас порадуюсь. Вот берите мою лысину и поводите. Иди молись банкомату, чтобы он тебе денег выдал. Зачем мне банкомата? Я знаю лучший банкомат, который дает без карточки. Я сею в этот банкомат небесный, собираю сокровища на небесах. А Бог, когда мне надо, выдает мне, что мне нужно. Дает мне все необходимое для жизни и благочестия. Так написано в Писании, где твой Бог? Спрашивает Макс. Он, видно, не сначала смотрел, подошел. Я об этом говорил, где Бог. Везде. И даже в Максе. Бог присутствует в Максе. Бога нет только у Макса в голове. А в сердце Он есть. А в голове нет. В уме нет. Не открыто Максу еще. Но когда откроет, Макс будет первый кричать, Аллилуйя! Я встретил своего Создателя! Я встретил своего Бога! И нет ничего счастливее. Это значит, ты выполнил задачу минимум в своей жизни. Ты встретился с Богом. Когда это произойдет, это будет великий день. Пророчествуй, Макс. В твою жизнь, когда встретишь Бога, ты заново начнешь жить. Ты обновишься полностью. Ты столько радости увидишь. Столько счастья. Столько смысла. Ты найдешь самого себя. В Боге. А без Бога нет. Человек живет половинчатой жизнью. Даже на треть. Но нет той радости, полноты. Вспомните, когда вы были детьми, ни о чем не думали. Вы были счастливы. Почему? Потому что детям принадлежит Божье Царство. Дети живут в Божьем Царстве. Они не живут умом. Они живут сердцем, не живут духом. И поэтому жизнь для них бесконечна. Жизнь для них – это радость. Жизнь для них – удивительно. Интерес представляет постоянно. Жизнь не наскучивает. Дети. Потому что они веруют в Бога. И вы знаете, когда я встретился с Богом, первый раз в жизни своей встретился с Богом, это было 29 лет мне было, я уже об этом рассказывал. я понял, что я его знаю давно. Вот я был атеистом до 29 лет. И когда я первый раз с ним встретился, я понял, что я знаю его давно. Я задался вопрос, откуда я знаю? Очень просто. Оказывается, Бог все это время жил во мне. Говорил мне, подсказывал, давал мне силы, вдохновлял, утешал, устраивал обстоятельства вокруг меня. А я просто этого не видел. Я просто этого не знал. Но когда я с ним встретился, я понял, что я его знаю. Это он. Я просто не знал, что это он Бог. И что он есть, но я-то его знаю. Удивительные вещи происходят с Богом. Удивительные откровения. Итак, мы читаем сегодня Библию, книгу, которую написал Дух Святой. Отец, мы благодарим Тебя за этот чудесный подарок нам. Один из многих, но один из самых важных. это Дух Святой и это Библия, это книга, которую написал Дух Святой через пророков и апостолов. Мы благодарим Тебя за эту книгу. И поскольку она написана Тобой, Богом, пожалуйста, дай нам способность понять, что Ты написал. Человек не может понять Тебя своим умом без Духа Святого. Поэтому пошли, пожалуйста, Дух Святой, дай нам откровений, дай нам много откровений, чтобы эти буквочки, чтобы этот текст стал для нас словом жизни, словом, которое нас обогащает, духовно развивает, духовно исцеляет и освещает путь перед нами. Вот дай нам это слово. Книгу эту написал, чтобы у него были рабы, вот вы дебилы, да. Но на самом деле Библия говорит так, что рабы те, кто Бога не знает. Рабы чего? Греха. Рабы своего греха, своего языка, своего сквернословия, своей темноты. Вот они действительно рабы. Они не свободны. А вот для того, чтобы стать свободным, надо познать истину. Познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так, давайте будем познавать истину. Он же Бог, Он же любовь, Он же все, Он же Творец, сотворивший нас. Творец, который ведет всю эту жизнь и нашу жизнь, ведет от начала до конца и дальше. Это все. Итак, во имя Иисуса Христа мы просим, Господи, дай нам дух откровения и открой наш ум, духовные наши глаза, духовное наше сердце, духовные наши уши, духовное зрение, дай нам это, чтобы мы увидели, чтобы мы приблизились к Тебе, чтобы мы познали Твои пути, чтобы мы познали Твою мудрость. Даруй нам это сейчас. И спасибо Тебе, Господи, за присутствие Духа Святого, Духа Свободы, Духа Радости. Я вот, знаете, я сейчас, друзья, сижу как в невесомости. Я не чувствую тело настолько легко, настолько радостно, насколько спокойно. Моя речь чувствую, как ручеек текет, не задумываясь, прямо с неба, минуя ум, почти минуя ум. Слава Богу! Вот такая свобода в Духе Святом. Я хочу, моя молитва, чтобы каждый из нас научился общаться с Богом, научился призывать, стяжать, какое православное слово, стяжать Духа Святого. В Духе Святом есть мир, радость и праведность. Не наша праведность, праведность Христова. Мы Его за это должны благодарить, а не себя. Но Бог смотрит на нас, как на праведников в Духе Святом, если мы во Христе, если мы в Духе Святом. Вот так, да. Аллилуйя! Итак, первый стих 33 главы книги «Бытие». Боришит на иврите, генезис по-английски. Боришит означает «вначале». Названо по первому слову Библии «вначале сотворил Бог небо и землю». Первые слова Библии Ветхого Завета. В прошлой главе мы читали о Якове. Бог создал свой народ, еврейский избранный народ. Чем он отличается от всех остальных народов? Евреи, чем отличаются евреи? Дело в том, что у евреев национальность евреи это не национальность, это вероисповедание. То есть национальность евреев Божьей. Вот есть русские, есть украинцы, есть американцы, есть французы, а евреи это Божьи. У них национальность, как мы сейчас, то, что мы называем национальность, это принадлежность к Богу. И Бог их воспитывает, и Бог судится с ними сейчас. Две тысячи лет уже как судится, и до этого судился. Но Бог воспитывает детей своих. Поэтому Бог, когда Бог создавал евреев, Он призвал сначала одного человека, Авраама, начал с ним разговаривать, дал ему обещание, что с ним будет в дальнейшем, что он наследует землю обетованную, пообещал ему создать через него народ, и многие народы тоже будут благословлены в вере Авраама. Авраам родил Ицхака, Исаака, как пишет Библия в русской транскрипции, по-еврейски Цхак, смех, Цухэк. А Исаак родил Якова, и вот мы сейчас читаем о жизни Якова, одного из трех праотцов Израиля, и учимся на его жизни, учимся мудрости. Как поступал Яков, как нам поступать в этой жизни. Взглянул Яков и увидел, вот идет Исаф, и с ним 400 человек. И разделил детей Илии, Рахилии, двух служанок. Значит, Исаф – это брат Якова, старший брат, который родился немножечко раньше, на пару минут. И Яков вышел из утробу матери, буквально держась за пятку Исафа. Из-за того имя получил Эков, Эков пята, Яков, держащийся за пяту. Потом, когда Яков боролся с Богом, в прошлой главе мы читали, Бог дал ему новое имя – Израиль. Израэль, Эль – это Бог, можно перевести, как князь Божий, можно перевести, как боровшийся с Богом. И вот этот Исаф идет навстречу ему. А Яков очень сильно насолил Исафу. Так насолил, что буквально убежал от него, чтобы Исаф его не убил. Что же сделал Яков? Яков хитростью выманил у Исафа, брата своего, право первородства. Право первородства – это право, которое наследует, тогда наследовали в древнем мире, евреям, в частности, тоже было. Первенство. Первый сын наследовал имущество отца, первый сын наследовал власть, отцову власть, после смерти отца он становился полновластным господином дома над всем хозяйством. И, естественно, все привилегии, которые с этим связаны, почет и уважение, то есть это очень серьезная вещь. И в духовном смысле мы есть дети Отца Небесного. Если ты имеешь личное общение с Богом без посредников, то ты, тебе принадлежит право первородства. Ты наследуешь Божье Царство. Да, вот вам право первородства. У Бога ты наследуешь Царство, если ты Божий Сын. Пока, может быть, ты этого еще не ведаешь, не знаешь, даже, может быть, я не слышал об этом, но мы призваны Богом наследовать Его Царство, Его огромное имение. А у Бога есть все. И деньги, и полезные ископаемые, и все золото мира. Да, у Бога все есть. И Он выделяет это, конечно, своим детям. пока Он учит их пользоваться малым, но когда научит, даст им больше, если сердце их будет правильно, в правильном отношении. И так Яков и Исаф стали врагами. Яков убежал к Лавану, в Месопотамию. И там Яков женился и прожил у Лавана много лет. Отработал сначала за жену свою, первую, за Лею, потом за вторую, Рахель, любимую жену. Потом еще отработал сверх того. Стал богатым человеком, он возвращается домой, обратно, к своему брату, которого он обманул. Он боится, естественно, боится. Но, что брат таит злобу, и когда он узнал, что Лаван, Исаф встретился, пошел к нему навстречу, взял 400 человек с собой, Яков подумал, ой-ой-ой, так он же меня убьет. Но дело в том, что до этого, как я вам уже говорил, Яков боролся с Богом и получил имя Израиль. И Бог ему сказал в этой борьбе, тот, кто боролся со мной, то есть тот, кто общается со мной, он сильнее человека, он будет побеждать человека. И сразу я вам приведу одно место из Библии, обетование Божие, обещание Божие. В книге притчи написано, если Господу угодно пути человека, то Бог примиряет с ним даже врагов. Бог примиряет с человеком весь мир, и даже врагов, если человек находится с Богом в мире, если Богу угодно его пути. И вот Яков, получивший обетование, что будет побеждать человека, идет навстречу со своим братом, который является врагом, и знает кошка, что сало съела. Яков знает, что Исафт, на него должен быть зол, по логике вещей, он его обманул, он забрал у него фактически жизнь, жизнь главы семьи, оставим ему питаться остатками, крохами, но Бог сказал, будет побеждать человека, и мы видим, и поэт Яков, как мы прочитали, разделил детей Лии, первой своей жены, детей Рахили, второй своей жены, детей служанок, потому что он со служанками тоже спал, любвеобильный был товарищ, у него много было детей, разделил для того, чтобы если подумал так, если Иса будет уничтожать одних, то я убегу со вторыми, с другой группой, и поставил второй стих служанок и детей впереди, Лею и детей ее за ними, то есть самое менее значимое поставил вперед, потом среднее по значимости, а Рахель любимая жена и любимые дети позади, сам пошел перед ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему. И побежал Исаф к нему навстречу и обнял его и пал на шею его и поцеловал его и целовал его и плакали. То есть плакали оба. Конечно, можно по-человечески рассуждать, думать, почему Исаф забыл все обиды, может быть, он заскучился по брату своему, но мне ясно, что это сделал Бог. Бог удалил обиду из сердца Исава. Исаф простил Якова за все то, что он сделал. И Бог пробудил в Исаве братские чувства по отношению к Якову. А Яков плакал, потому что он боялся, что Исаф будет на нему иметь зуб, убьет его или побьет. А он увидел, что нет, Исаф совершенно к нему относится по-братски. То есть Бог благословил эту встречу и Яков зря боялся. И вот здесь возникает вопрос о смирении. Я бы хотел с вашего позволения остановиться подробнее. Смирение есть благодетель, то есть та черта характера по Библии, которую человек хочет, чтобы человек научился. Вот смиренный человек, он не будет писать то, что пишет Юра, и смиренный человек, он не будет Вадим своими похотями, своими желаниями. Смиренный человек, это человек духовный, потому что он владеет своими чувствами, он владеет самим собой. Если ему нравится девушка, и он хочет с ней что-то, он может владеть своей лошадкой, владеть своим жеребцом, владеть своим телом, он господин. А если человек не владеет своими чувствами, как вот пишет Юра, то этот человек животное, он раб своего тела, он раб своих желаний. Я понимаю Юру, потому что у меня тоже, я не был верующим, был молодым человеком, 20 лет, 25, у меня в голове было только это, моя тетя царство небесное говорила о таком состоянии, сперма голову бьет. Человек не может думать ни о чем, только об этом, только вот о том, чтобы заниматься сексом. И это страшное состояние духовной одержимости на самом деле. Это бес сидит в Юре и возбуждает, возбуждает, возбуждает. Там в деле это не так. Юра рожден для хорошей, счастливой жизни. Но для этого Юра должен научиться владеть собой, своими чувствами, стать господином своих желаний. Вот в чем дело. А пока Юра своими страстями влеком, конечно же его и в жизни его будут разводить на этом. И женщины его будут бросать. И он разобьет свою жизнь, как шлюпку, которую бросают волны в океане. Почему? Потому что на самом деле им без руководить. Без похоть. Похоть. А не разум. Помоги Господи Юре. Откройся Ему. Дай Ему истинную радость, истинное счастье. Потому что похоть она никогда не удовлетворима. Это бездна. Полчаса тебе еще больше хочется. Это бездна. В этом нет свободы. В этом есть рабство. Рабство плоти. Рабство бесам. Да благословит Бог Юру. А мы пойдем дальше. «И взглянул Исав и увидел жены детей и сказал «Кто это у тебя?» «Яков» и подошли служанки и дети их и поклонились. Подошла Илья и дети ее и поклонились. Подошла наконец подошли Иосиф и Рахиль и поклонились. И сказал Исав «Для чего у тебя это множество которое я встретил?» И сказал Яков «Дабы приобрести благоволение в очах Господина моего». Вот смотрите помните мы читали в прошлой главе «Чтобы задобрить Исава перед себя перед своей этой семьи подарки скотов овец верблюдов разный скот причем не один а несколько разделил их на участки послал их со своими слугами сначала и Яков встретил идя навстречу Исав извините идя навстречу Якову встретил сначала одну группу подарков потом вторую группу и третью и мастил мастил Яков Исав очень сильно но вот тут возникает вопрос о смирении опять-таки смотрите если Бог сделал изменил сердце Исава и сделал поселил в нем любовь к Якову нужно ли было Якову так уж задабривать Исава понимаете друзья когда мы говорим о смирении то мы говорим о смирении не перед злом мы говорим о смирении перед Богом иногда смирение перед Богом означает и смирение перед людьми но иногда наоборот смирение перед Богом означает воспротивиться человеку и сказать нет я не буду это делать потому что это грех понимаете и это тоже смирение перед Богом если Бог говорит не кради а тебя заставляет начальник или кто-то или банда какая-то заставляет красть какие-то авторитеты то это же нет я смирен перед Богом а не перед людьми вот это надо отличать есть смирение перед Богом есть смирение перед людьми иногда это совпадает иногда это противоположная И сказал Исав 8 стих, для чего у тебя, обращаясь к Якову, это множество, которое я встретил, и сказал Яков, дабы приобрести благоволение в очах господина моего. Исав сказал, да у меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя, мол, не надо, я не бедный человек, у меня много всего, зачем ты меня задабриваешь? Но Исав настолько боялся, что хотел задобрить, Бог все уже сделал, не надо было ему задабривать. Вот смирение перед людьми. Смирение перед людьми, как я вот сказал выше, не всегда полезно, не всегда правильно. А иногда это ставит ловушку перед людьми. Смирение перед кем-то, перед неправым. Родители иногда бывают неправы, а дети смиряются. Есть такие примеры? Поэтому смирение хорошо только в истине, перед истиной, перед Богом. Вот это смирение универсальное, оно всегда хорошо. А все остальное надо смотреть. Как можно вызвать сатану, пишет Юра. Лучше не вызывать. Ты не знаешь, что это такое. Ты уже в нем, Юра. Ты просто этого не ведаешь еще. Так как ты не ведаешь, как работают твои внутренние органы, как кровь бежит по жилам, с его сложным составом. Так ты не ведаешь духовного мира, что ты уже под сатаной. И тебе не надо больше в этом. Он разрушит твою жизнь, Юра. Я тебе это говорю с любовью. И когда ты опомнишься по милости Божьей, ты воззови Господу. Просто воззови Богу. И Он тебя спасет и помилует. Но пока ты еще не опомнился, пока твоя жизнь еще недостаточно для этого разрушена. Хотя я вижу, что она уже во многом разрушена. Но все согрешили и лишены славы Божьей. Для чего? Для того, чтобы во грехе человек воззвал к Спасителю. И воскричал, спаси меня, Господь. Читаем дальше. Яков сказал, нет. Если я приобрел благоволение в очах твоих, сказал Исаву, прими дар мой от руки моей. Ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божье. И ты был благосклонен ко мне. Продолжает задабривать Исава. Прими, одиннадцатый стих, благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне. И есть у меня все. И упросил его, то есть упросил Яков Исава. И тот взял и сказал, поднимемся и пойдем. Исав сказал Якову, поднимемся и пойдем. Я пойду пред тобой. Но Яков сказал ему, господин мой знает, что дети мои нежны, то есть маленькие. А мелкий, крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а Я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мной, как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. Сеир – это область, которую в Библии называют еще и домом. Находится она между Красным и Мертвым морем, между Элатом и Мертвым морем. Израиль – земля обетованная, обещанная Богом, своему народу. Исав сказал 15 стих. Оставлю я с тобой несколько из людей своих, которые при мне… Яков сказал, к чему это? Но только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Исав в тот же день путем своим Сеир, на эту территорию свою, вдвинулся Сакхоф и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. Вот слово Сакхоф на еврейте звучит как Суккот. Суккот – это праздник. В Израиле праздник шалашей. В эти дни евреи правоверные делают себе шалаши во дворах своих домов, палатки. И Сакхоф буквально Сука – это не Сука, не путать с тем, чего Юра добивается здесь. Сука – это палатка. Ударение на первый слог. Сука. Сука. На второй слог. Извините, на второй слог. Сука. Суккот – это палатки. Еврей живет, этот праздник в Суккот длится 7 дней же, еврей живет в палатке для того, чтобы помнить о том, что он в этом мире странник и пришелец, вот как Яков ходил странствовал. Для чего это нужно? Чтобы сердце человека не прикипало к комфорту, к земному жилищу, чтобы человек помнил, как он пришел голенький в этот мир, так он голенький уйдет, что на самом деле жизнь земная – это всего лишь путешествие, которое сделал Бог для него, чтобы научить человека своим истинам, своим путям, чтобы уподобить человека самому себе. То есть чисто учебная задача. Наша жизнь на земле – это чисто учебная задача. 18 стих. Яков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем. Это еще другой город, который в земле Хананской расположился перед городом. Сихем на иврите – Шхем. Шхем – этот город сейчас существует в Израиле. «И купил часть поля Яков в земле обетованной, на котором раскинул шатер свой, у сынов Эммора сына отца Сихемова за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева». То есть что значит поставил жертвенник? Провозгласил. Духовный смысл поставить жертвенник – провозгласить имя Бога, что это Господня земля. А реально жертвенник – это соорудить камни для того, чтобы на этих камнях приносить Богу жертвы. Ну какие? Жертвы скота, овечку там. В те времена это было повсеместно, это было принято. Богу приносить жертвы. Сегодня мы тоже приносим Богу жертвы, но бескровные. Жертва Господу – дух сокрушенный. Смиренного сердцем ты не отлинишь. То есть когда мы сокрушаемся перед Богом, провозглашаем власть Его над нами, мы приносим Богу жертву. Вот здесь у меня, дома, я надеюсь, и у вас – это жертвенник. И смиряйте перед Ним свои сердца, то вы устроили Богу жертвенник. Если вы поклоняетесь, поете Богу хвалу, хвала – это тоже жертва Господа, жертва уст. Время, которое мы жертвуем, сейчас оторвали от всяких дел. Суббота сегодня, этот день, специально для жертвы Господа, для общения с Богом. Евреи в эти дни не имеют права по закону работать. Этот день, 6 дней работы, 7 дней, для того, чтобы человек вошел в покой Божий, чтобы он сосредоточился на Боге и научился от Бога его мудрости и очистился, освободился от всего того, что его гнетет, и приобрел эту радость, легкость, этот мир. У меня была знакомая давно уже, она сейчас тоже живет, просто я ее давно не видел, еще на Украине. Женщина, которая имела мужа, которая имела семерых детей, кажется, семь, если уже, наверное, больше. Верующих семьи порой вот так они все, что дает Бог, они все берут. Сколько детей дает, столько берут, не предохраняются, но, на мой взгляд, это неправильно. Но кто я такой, чтобы их судить? Вот, у нее было семь детей. И она... У женщины разных возрастов, маленькие там в основном. И она еще работает. Она приходит с работы, да еще на двух работах. С одной, потом на вторую, потом со второй бежит дома, и дома у нее тоже, как работа, даже больше. И она каждый день работала, и она говорит, я стала просто как рабочая лошадь, я света белого не видела. Я света белого не видела. И она взмолилась к Богу, говорю, Господи, дай мне какой-то продых. Семь дней в неделю работать. И Бог сказал ей, соблюдай день субботный. И она отделила этот день для Бога. Не работала в этот день. А есть еврейская майса еще, когда мама тоже подобная. Майса – это история. Мама работала с детьми, но мама каждый один день в неделю шла на бассар, покупала сладости кучу, запиралась в комнате. И было в этой комнате там полдня. Никого не пускала. И дети подглядывали в скважину, с чем там... мама занимается, и непонятно, она там ключ стоял в скважине, не видели. Ну, и, наконец, дети спросили, мамочка, чем ты там занимаешься без нас? А мамочка ответила, дети, я делаю вам счастье. Я делаю вашу маму счастливой. Я отдыхаю, я ем сладости, я ублажаю себя. Это очень важно, чтобы человек восстановился в силах. И так вот, это моя знакомая с Украины. Она начала соблюдать субботу. Один день она от всякой работы отказывалась. Она занималась собой, Богом. Ну, может быть, что-то по хозяйству делала. И она говорит, через какое-то короткое время я преобразилась. Ко мне вернулся покой. Я набрала сил. Моя жизнь изменилась. У меня жизнь стала в радость. Это реальная история. Поэтому, друзья, Богу надо уделять время. День, день, неделю. Можете хотя бы часть времени для того, чтобы помолиться. Выделите час хотя бы в день. Вот как мы делаем это. Призовите Господа. Освободите это время от всего остального. Только я и Бог. Отдохните душой. В нем Бог есть любовь. Бог не жестокий правитель. Бог хочет, чтобы вы отдохнули. Я учился в пророческой школе несколько лет тому назад. В онлайне. И преподаватель дал нам задание. Делайте три часа в день. Уделяйте время для Бога. И причем просто скажите, Господи, я этот день и вот эти три часа посвящаю Тебе. Делай со мной все, что Ты хочешь. Просто сядьте, расслабьтесь. И после этого делайте все, что захотите. Если вы захотите спать, ложитесь, поспите, потому что, видно, вы утомлены. А человек, который хочет спать, ну нет у него радости, чтобы делать что-то другое. Отдохните. Просто расслабьтесь. И начинайте слушать, чувствовать себя, как Бог. Куда вас Бог поведет? Что Он хочет от вас? Просто хочет, чтобы вы посидели молча, сидите молча. Хочет, чтобы вы пели, пойте. Хочет, чтобы вы молились, просили. Просите, молитесь. Хочет, чтобы вы читали Библию. Читайте Библию. Хочет, чтобы вы куда-то сходили, куда-то сходите. Но призовите Бога, попросите, чтобы Он руководил вашими желаниями, вашими мыслями, чтобы Он был Господином ваших чувств, вашей души, вас, Господи, будь Господином моим. Ты веди, Ты исполняй меня своими чувствами, своими мыслями, своим духом, Ты наполняй меня своими радостями, Ты веди меня, как хочешь Ты. Вот, друзья, мы на этом будем заканчивать, мы уже в эфире более часа, достаточно. Аллилуйя, ну, с Господом приятно быть и часами просто, можно петь Ему, общаться с Ним. И чем больше ты общаешься с Богом, тем больше и больше хочется, потому что Бог, на самом деле, Он дает нам, Он даятель жизни. На самом деле, в Боге расцветает душа человека. В Боге, в Боге. Ангелы поют, Богу славу отдают, Все люди на земле Поклоняются тебе или будут поклоняться, Когда приходишь ты Исполняются наши мечты 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 Когда приходит Бог Все оживает и живет Рассветает и цветет, Рассветает и цветет, Рассветает и цветет, Когда приходит Бог Душа моя поет, Душа моя тебе Иисус поет, Поет Смек Южи Мечты Поклоняются в Бог Душа моя поёт, Божьет и цветет, Рассветает и цветет, Рассветает и цветет, Рассветает и цветет, А в Боге то есть в Бог Рассветает и цветет, Спасибо вам, друзья, за участие. Я вас благодарю, и Юру я тоже благодарю. От избытка сердца, от избытка сердца, говорят, уста, и то, что у него в избытке, то, что ему хочется, он пишет. Да, конечно, юродствует, да, порой кощунствует. Вы знаете, но... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok